Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Санчетфу. Мы начинаем новое прохождение, прохождение Солянки, но с небольшими изменениями. Изменениями очень-очень-очень серьезными для Солянки. Серьезными для меня, серьезными для прохождения. Сразу сообщаю, что прохождение будет очень-очень-очень долгим, если я все смогу пройти. Стоят невезумые квесты НПС, чтобы они не умерли. Стоят фиксы на... что-то еще я не помню, на что ставят фиксы. Солянка без ДМХ. И самое большое изменение, которое вы сейчас увидите, это вот. Это я поставил себе 25 килограмм, максимум можем носить 30. То есть, это сделано для того, чтобы было... играю на мастере сразу. Для того, чтобы было интересно играть. То, чтобы мы не могли взять вообще ничего. Также лучше вот так вот играть. Так тоже неплохо будет. Теперь нужно бы найти труп здесь какой-нибудь. Потому что труп у нас здесь когда-то был. Помните, друзья мои? Должен быть. Вот он, труп. Около него очень часто бывает очень злостная аномалия. Стоит 130 рублей. Подняли с него. Уже большие деньги, на самом деле. Нам деньги очень-очень-очень нужны будут. Так что... Что там? Спавны какие-то в этом. Ну ладно, посмотрим. Так, по идее. По идее мы так очень сможем очень-очень... Топ. У нас ХП отнимается? Нет. Вроде не отнимается. Переотнимается. Понятия не имею, короче. Нам нужно сейчас залезть сюда. У нас есть ПМ. Но мы пока использовать его не будем. Пусть он пока отстреливает. Сколько хочет. Нам нужно взять обязательно вот эти вещи. Потому что без них мы не сможем. Вообще, я не представляю, если честно, как мы будем проходить пещеру. Хватит ли нам веса, одеть экзоскорет и прочее. Не могу вам этого точно сказать. Но, надеюсь, да. Надеюсь, всего будет хорошо. Также нужно сходить к тому мужику. Взять у него... Ну да. Чаще... Мужики, подскажите, что за дигня? Таскаю арты на поясе уже три месяца. И все, ничего. А сегодня половина камнями стали. Пипец. Выводы очевидны. Вас та же херня ждет. Арты. Штука не вечная. Нам проперло на калаш. Это очень-очень редко бывает. То, что у него появляется калаш, это безумная редкость. Нам сейчас на него проперло. Патронов, как видите, мы выиграем без худа. Поэтому ни прицела, ни патронов мы не видим. Так что нам нужно будет очень осторожно. Там у нас, кстати, был ящик. Крысики бегут. Давайте попробуем их убить. Потому что мне нужны с них головы. Сколько у нас уже? У нас уже девять килограмм. Нам придется все откладывать или все продавать. Ходить только с одним оружием. Два у нас не вместятся. Я вам точно объясняю. Так что... Тут был ящик. Оп. Глаз в плоти. Вот не зря сходили. Больше патронов тратья не намерен. Ибо их и так нет. Куда уж тратить-то? Так. Сейчас нам придется идти через аномальное поле. Потому что по-другому мы не сможем пройти здесь. Во-первых, мы сможем взять записку. Во-вторых, сможем взять артефакт, скорее всего. Во-вторых, может быть, ничего не сможем взять на самом деле, ребят. Честно, не могу сказать, сможем мы что-то взять или нет. Просто аномалии, как вы понимаете, ваншотят. Ух ты, там у нас еще одна аномалия. Удивительно. Очень удивительно, что у нас там и есть аномалия. И когда ее там не было, теперь тут она есть. Так, сейчас это должно пройти. Ждем, когда они проходят, тогда уже идем. Они имеют такую возможность, мимо них можно пройти. Так, прошел. Там у нас артефакт лежит и документ, который нам нужен. Даже два артефакта. Так что нам в любом случае сюда нужно идти. Прошу прощения за долгие загрузки. Они такие и будут, потому что, ну... Можно, конечно, попробовать в виде болтова пробегать, но это... Теперь ждем, когда это исчезает, тогда сможем бежать. Да, пробежали. Так, подождите. Тут вроде раньше можно было пройти, точно не могу сказать, но вроде можно было. Просто нам тут в любом случае сюда придется идти когда-нибудь. То есть или сейчас, или после пещеры. По заданию волка. В любом случае мы сюда придем. Давайте, знаете, как попробуем сделать? Сейчас у нас проюзается от аномалии, то есть она у нас тут исчезнет. Нам нужно будет пробегать через болт, потому что по-другому мы не сможем. Вон та записка нам нужна. Очень сильно нужна. Так что нам придется это еще пробовать. Хотя я сейчас еще раз попробую, и чтобы у вас не... Какой зовут? Ну, чтобы вам недолго на это не смотреть, на смерти, на загрузки и прочую ерунду, мы попробуем в следующий раз. Просто, ну, не получилось, придется обойти по-другому. Ну, просто я хотел сразу, если у нас сейчас не получится, то не получится. Ладно уж, что уж тут. Конечно, интересно было бы достать сразу три артефакта, которые нам нужны, по идее. Но это сделать очень сложно, так как нужно... Я очень давно не играл в солянку, причем на мастере это будет реально очень безумно. Ну, в общем, мы сейчас пробуем, если не получается, идем через другое место. Все, ребята, давайте кое-что посмотрим. Тут может быть такая интересная пешка, что тут, как бы, аномалия может иметь разные стадии. То есть она может сейчас исчезнуть, типа ее нет. Но чуть-чуть позже, когда те пройдут, она должна появиться заново. Может быть, после этого она будет работать нормально. То есть нам у нас будет возможность пробежать не сейчас, а чуть позже. Сейчас они идут обратно вот сюда, то есть наоборот сюда. Они должны идти оттуда туда, то есть вот такие пироги. Поэтому нужно подождать, я думаю. Наша ошибка в том, что мы подождали. Теперь должны идти наоборот. Блин, ребят. Подождите. Мне все-таки хочется еще раз попробовать. Не знаю, посмотрим. Может у нас получится. Просто надо выждать момент, то есть нужно кинуть болт, держать болт вот так вот. Когда появляется аномалия, мы его кидаем сразу, то есть та, которая появляется. Берем артефакты, но нужно запрыгнуть на эту. Это очень сложно, но нужно. Нет, это умрил. Хотя, если на балку запрыгнуть, может попробовать. Ладно, еще раз, дочек, пробуем и все. Так, просто может быть есть шанс, то что на балках нас не ударит, хотя я в этом не уверен, если честно. Не, я просто не уйду. Ну ладно. Ладно. Можем всю серию этим заниматься, поэтому сейчас мы просто обойдем. Конечно, было бы интересным потенциалом взять это, но ладно, мы возьмем в следующий раз. Желание большое все-таки, да, пойти, давайте попробуем вот так сделать. Интересно, тут нас будет бить? Сейчас посмотрим. Почему худ включился? Видимо, у нас получилось. Нам нужно взять вот это и следовать. Это вообще на Мали бывают, мне интересно. Этот документ нам нужно отдать волку. Ты ешь! Тут у нас артефакт находится внутри трубы. Нам сейчас нужно дождаться, когда вот эта аномалия исчезнет. Пойти туда, взять артефакт. И умереть, конечно же. Я забыл, что они наносят урон. Но, главное, у нас путь положен, так что мы сможем это сделать, я думаю. Почему постоянно включается худ? Этого не надо делать. Теперь у нас есть вот такой артефакт, но одевать нам его сейчас нет смысла. Так как, если мы его сейчас оденем, то любая аномалия нас просто шотить будет. По идее, надо было пробегать, когда вот оставалось. Тут у нас тоже. У нас ничего не устанавливает здоровье, поэтому нам будет очень плохо. Нам нужно или выжидать, или что-то делать. У нас ничего не устанавливает здоровье, поэтому таким шагом мы, конечно же, не дойдем. Неплохо было бы, конечно, его взять, но вот это, конечно, получше будет вспышкой все-таки. Но да, это же солянка. Какая еда, что они? Ну, ничего не устанавливает, конечно же. Не, это плохой вариант. Нам нужно загрузиться, кстати. Забыл сделать вот как. А нет, нам надо бы это сделать уже после. Сейчас загрузимся тогда и тупо пробежим. Потом возьмем когда-нибудь. Потому что у нас нет сейчас здоровья, чтобы его взять. Так, хут выключаем. Сохраняемся еще раз. Да, конечно же, конечно же. Блин, вот, ребят, извините, столько загрузок, я их не могу вырезать, потому что у меня нет на это возможности. У меня программа для конвертирования жрет столько компа, что она может конвертировать видео хрен знает сколько. Я быстрее его выложу, понимаете? Так что простите меня то, что приходится вам столько ждать, но ничего не поделаешь с этим. Сейчас стоп, ребят. Какого хрена? Они идут чуть по-другому, да, я так понял? Хорошо. Еще раз запробую. То есть они идут не с той стороны, а в другую сторону. То есть если одна горит с той стороны, значит, будет... Ну, понял. В общем, нужно нам будет идти, когда она будет около нас. То есть нам нужно будет ее кинуть в болт и пройти мимо нее. Только так мы сможем пройти дальше. Вот что я думаю. Так, нужно сделать вот что, во-первых. Школа радиации нам не нужна. Мы играем по возможности как можно сложнее. Так, теперь ждем. Когда вот эта появляется опять здесь, тогда мы можем идти. То есть она сейчас должна дойти до сюда. Эх, что ж бы тебя побрал, аномалия ты, е-мое. Как же неудобно, ребят, перед вами, а? Просто не представляете. Похрен на собак. Мы смогли это сделать. Это самое главное. Бежим, 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 бежим. Худ. К черту, худ. К черту. Офигеть просто. Нам еще бы заберем за этих. Тут, может быть, костюм берем. Если нам сильно повезет. Также здесь патроны у нас есть. Неужели у нас это получилось? Так. Тут у нас, может быть, вполне берил. Нет, берил у нас не нашлось здесь. Ну, ясно. Хорошо. Сейчас, конечно же, с нами никто говорить не будет. Потому что сейчас все-таки мы должны выпить и пойти в пещеру. В пещеру мы, скорее всего, не сможем ходить, так как у нас мало веса. Костюм тут дает вес, я не знаю. Если что, нам может быть в конце. Но если прям вообще будет не пройти. То есть будет, ну, из-за веса не пройти тупо. Поставлю половину, 50. То есть там стоит стоп из стандарта. Поставлю 50. Рекомендация от мастеров всем новичкам и не только. Нынешние рюкзаки без знаков качества. При переноске тяжелых грузов могут просто лопнуть. Или у владельца пуп развяжется от тяжести. Давайте пока соберем все, что возможно нам собрать, не имея ножа в руках. Патроны нам очень понадобятся. Поэтому. О, там же у нас излом ходит. У нас есть калаш с одним патроном, поэтому. Давайте, покарайте его. Что-то они куда-то убежали. Ну, ладно. По идее, мы сейчас ничего не можем сделать, так как у нас нет чем разбить. Поэтому лучше сходить к доктору и закончить на этом первую часть. Потому что все-таки мы очень много времени потратили в туннеле этим с аномалиями. Простите меня, ребят, но это было нужно. В подарок мы получили себе вот такие вот артефакты, которые нам реально помогут. Но не в этой ситуации. Сейчас нам их одевать нельзя. Так мы отправляемся в следующей части с вами, дорогие друзья, в пещеру. В пещеру у нас будет просто ад. Потому что вот эти аномалии там стоят... То есть электрические аномалии там стоят киллинг. То есть, ну, некоторые есть, которые просто убивают. А остальные все самые тяжелые, то есть стронг. Поэтому там нам будет не сладко. Если мы поставим еще этот артефакт, то у нас будет вообще пипец. Будет ваншот в любом случае. В общем, спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам нравится такой вид прохождения. Не знаю, получится у меня так пройти игру или нет. Я знаю, что это будет сложно с таким весом. Если что, поставлю 35, если прям не влезть будет. Или 45. Но стандартного веса, может быть, не будет. Хотя не знаю, как вы захочете. Но так, в чем есть этот хардкор вообще? В чем смысл этого веса? Мы не сможем таскать два оружия. Мы сможем таскать или это, или это оружие. Имея к нему 20, 15, ну, может быть, там 100 максимум, 150 патронов какому-нибудь оружию. Типа калаша или какого-нибудь МП-5 и прочее. Также мы не сможем таскать с собой дополнительные костюмы. Таскать с собой водку. Таскать с собой гранаты. Таскать с собой все, что не относится к нашим вещам. То есть мы сможем таскать костюм, автомат и патроны к нему, по идее. Может быть, две-три аптечки. И все. В этом и есть смысл. Вернулись ребята. Ну, да, попрощался, называется. Ребята вернулись. Давай, иди сюда уже. Ого, у нас прямо около Сидорча аномалия. Ладно. В общем, ребят. Спасибо вам за внимание. С вами был Сенсиэт Фул. Всем до встречи и пока.